Принцесса на горошине Жил и был принц. Он хотел взять себе в жены принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет. Искал такую, да повсюду было что-то не то. Принцесс было полно, а вот настоящие лени, этого он никак не мог распознать. Вот и воротился он домой и очень горевал. Уж так ему хотелось настоящую принцессу. Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа! Вода стекала с ее волос, и платье прямо в носки башмаков, и вытекало из пяток. А она говорила, что она настоящая принцесса. Ну, это мы разузнаем, подумала старая королева, но ничего не сказала. А пошла в спальню, сняла с кровати все тифяки и подушки, и положила на доски горошину. А потом взяла двадцать тифяков и положила их на горошину. А на тифяки еще двадцать перин из гагачьего пуха. На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром ее спросили, как ей спалось. Ах, ужасно плохо, отвечала принцесса. Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках. Это просто ужас, что такое. Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы, она почувствовала горошину через двадцать тифяков и двадцать перин из гагачьего пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне. Если только никто ее не стащил. Знайте, что это правдивая история.